Мы делимся с вами лучшим, что у нас есть Мы делаем контент, который завораживает всех мужиков на планете Земля Мы умеем радоваться жизни, мы умеем восхищаться и мы умеем по-настоящему дружить Все это про команду крупнокалиберного переполоха и сегодня Друзья, мы запустили страничку на Boosty, это значит, что там мы сможем с вами встречаться чаще Там вы увидите эксклюзивный контент, которого нет на ютубе Там вы сможете посмотреть, как мы дурачимся в виде бэкстейдж на наших съемках И, конечно же, вы там сможете отправлять нам личные сообщения Подписывайтесь на наш канал в Boosty и не пропускайте важные выпуски крупнокалиберного переполоха Покупают как-то? Сюда Разве оно может быть только в свободном доступе? То есть, получается, они где-то... Летели те юписток через Запад-Новосток Вот я взял ее, она лежит Попробуем сначала разминировать одну из них при помощи автомата Калашникова Там даже как нами, ну, не похожий кусочек камня какой-то Мы живем в странное время, когда вы можете просто выйти из своего дома И увидеть, что даже ваш порог полностью заминирован Но, слава богу, такого нет А, нет, не как камень Как... Вполне себе обычный парк В котором почему-то никого с утра нет И, возможно, это только потому, что мы предупредили, что здесь ходить не стоит Потому что все деревья, все посадки, все эти газоны с голубями, которые их могут растаскивать И, в общем, мусорки и на крышах этих домов и магазинов Сегодня находится много, огромное количество... Подожди, а они... Ты сами их туда накидали? Ну, нет Просто не понимаю, что это за место, где он находится 80 грамм ее полный вес, 38 грамм взрывчатого вещества Надо сказать, он полностью... Нажимает так... И что он так ее спокойно держит? Взрывчатые вещества взаимодействуют с детонатором и происходит взрыв Муляж, может, это было? О, глянь, глянь Колесо, да? Ой, слушай, жесткое Такая серьезная петарда такая, да? Если ее кто-то взял... Не, ну, может, конечно, с отрывать И убить А я сумку одну положила, показать на работе Заебись Молодец, блядь Если за эту штуку держать, наверное... Я сумку положила, показать на работе Смотри, что нашла? Как будто буквочку ша нашла или ту ешку, знаешь, такую металлическую Я просто... В охоте слезей? С гениальности, да? Просто греби все, что видишь, блядь, забирайся с себя Какая-то штука я пошла показать, смотрите, мину Я вам не рекомендую Мина-лепесток существует двух видов ПФМ-1 И ПФМ-1 И ПФМ-1С Что такое ПФМ? Противопехотная фугасная мина То есть у нее фугасное воздействие, фактически осколков нет Хотя вот этот вот взрыватель, надо сказать, металлический И если у вас не хватает ума и вы решили разминировать ее чем-то подручным Вот так вот, вы можете получить повреждения несовместимые с жизнью Потому что вылетит как пуля, фактически Мне сейчас сложно определить какое-то, но по-моему это без самоликвидатора Потому что, видите, у меня мина учебная и здесь такая глухая заглушка А, учебная у нее поэтому не нажимал, да? Здесь пуляж, если бы она была с самоликвидатором, то в принципе Мои эксперименты с тем, чтобы просто к ней подойти и побеседовать Кончились бы, может быть, плохо, потому что она остается до 40 часов И потом происходит самоликвидация ПФМ-1С, потому и С И по любому случаю взрывается А эти, судя по всему, разбросали, чтобы кто-нибудь подорвался Я даже разбросал, я не понял Я даже не знаю, сколько нужно усилий и берет ли ее, в принципе, металлоискатель по взрывателю Типа человек ходил такой, сеем, сеем, посеем А что, в парке? Или это они типа как тестовы показывают? Ну, как, знаешь, как есть учебная тревога, они типа моделируют ситуацию Типа, кто-то здесь разбросал и что делать, если они выпаляются? Я вот немножко этот момент не понимаю То есть это как они смоделировали ситуацию? Это было реактивная система залпового огня «Ураган» И в одной кассете содержится 312 таких мин Умножаем на 16 залпов, получаем 4995 вот таких мин То есть заминировано пол города фактически только одним ураганом Во время афганской войны в 1980 году Советский Союз Просто видишь, как минировали, не раскидывали Афганскую границу Понял, вот так вот просто раскидывают, она падает и раскидывает эти лепестки, видимо Было заминировано 89 было полей и 230 тысяч таких мин использовалось Опа Они прям такие лежат Стоять! По шагу назад! А, не что? Не видишь? Лепесток лежит Они еще типа хорошо сливаются с местностью Не знаю, что мина ПФМ-1 является запрещенной от Афганской конвенцией В современных конфликтах она все же применяется И надо сказать, что минирование происходит с вертолетов При помощи машинок дистанционного минирования ПКМ Помните выпуск, когда мы сами себя случайно заминировали И в общем содержит кассеты примерно Это что за история такая? От 60 до 72 КПФМ-1С Стало быть, у них есть самоликвидатор В какой-то момент все эти мины просто взорвутся Так что мы имеем? Мы имеем хроники апокалипсиса А вон люди, видите, сидят на лавочке Просто закрыть парк и подождать пока все взорвется С ними смертоносное оружие лежит, которое может упасть дуновением ветра с дерева А вот на дереве, может быть, да Или какая-то галта принесет Или еще что-то Если вы встретите такую мину, то обязательно подпишите ее или как-то обозначьте, чтобы люди, проходящие мимо, которые заняты в своих телефонах, обратили хоть какое-то внимание Вот, посмотрите, проезжая часть Люди переходят дорогу И толком не смотрят под ноги Видите, они идут такие себе по проезжей части Почему нет? А рядом тут смертоносное оружие О, 38 грамм Они просто так разложены Обзорчатые вещества Наступил, ногу нахрен оторвало Лети-лети лепесток через запад на восток Через запад на восток, если вы понимаете, о чем я Что ж, минул лепесток, вы видели, уже разминировали при помощи танка Разминировали при помощи грейдера, трактора Ну, по-моему, это российский канал Но методы разминирования все-таки кое-какие есть Ну, очевидно Если не можешь понять Вся эта поселочная дорога Там вокруг окружающая обстановка, все на русском И что? В Украине нет такого? Что все на русском? Ну, в восточных территориях Я думаю, там все дублируется на украинский язык И я слышу некоторые взрывы Ну, это работает град А вот до этого я слышал взрывы Плюс он, как бы, видишь, акцентировал внимание Типа, через запад на восток, если вы понимаете, о чем я Типа, запад заминировали восточную часть Ну, я так понимаю, да Наверное, это имело в виду В посадке это самоликвидаторы, судя по всему, подходят к концу То есть ПФМ-ка, 1С, вот эти вот 1С-ки, они взрываются Они с самоликвидатором Чем жарче, судя по всему, тем быстрее они взрываются Внутри жидкость, которая нагревается, возможно, от солнца и ее распирает, и она взрывается Вот, посмотрите ПФМ-ка лежит, видите, вокруг нее такой оазис Это намокла та самая жидкость Судя по всему, по ней проехались, задел был взрыватель, и она непосредственно вытекла А вот те, которые дальше, они полностью на боевом дежурстве, и их тут просто тысячи Можете себе представить, что может произойти с человеком, который беспечно будет здесь гулять Или с собакой и так далее Первое, что мы попробуем сделать, если вы военный, допустим, у вас есть оружие, возможно, вы МЧСник начинающий Попробуем сначала разминировать одну из них при помощи автомата Калашникова АК-74У, то бишь автомат Калашникова укороченный 5.45 Минолепесток Ее разминирование сопряжено с рядом условий Если это происходит на грунте, то осколками станут все эти камни, щебенки и вся вот эта хероина У меня 5.45, АК-74У Так ну не что поле видишь Это по идее достаточно, чтобы попасть и чтобы разминировать эту штуку Ну чё justo... Лучше взрываете, будто бы петарда знаете? Ну не, больше... мощнее мне кажется Ну, ну, в смысле, это как мощная петарда такая Ну, так мощная петарда ты можешь сюда-то оторвать Мне кажется, что пальцы можешь отрывать, но... Так ногую… не знаю с ботинком А, осколки Она скорее разорвалась и немножко подружилась на жидкость и так далее. Ну, в общем, на слому вы видите, что пуля заходит, и она отлетает в сторону. А, вот еще пуля отлетает, видишь? Она не детонирует в классическом смысле этого слова. Поэтому для разминирования это идеальный вариант. То есть, в принципе, мы видим, что никакие осколки в обратную сторону практически не полетели. Это на слому хорошо видно. Видите, такое мокрое место осталось от нее. И мокрого места не осталось. Песенька. Ко мне только что прибежала собака. В данном случае это, кстати, не друг-человек, это враг-человек. Потому что когда вы находитесь рядом с заминированной посадкой... Она типа, о, принесу игрушечку, поиграть. Можно снять одну из этих ПФМ-ок. И если вы находитесь рядом, вас может вполне себе повредить. Так, получается, собаку разорвется. Гляньте подальше от себя. Можно выстрелить вверх, чтобы она убежала, например. А эта собака вообще, походу, прибежала на выстрелы. Что ж, она пробежалась вон там. На выстрелы? Да, она слышала, такая, о, люди. Со стороны обычно убегают, собаки боятся. Кстати, если вы едете на машине, я себе взял вот такие вот колеса. Но даже колеса БТР и ПФМ-ка полностью в хлам разносят. Поэтому разминировать БТР-ом точно не стоит. И важный совет. Если вы на дороге подорвались на ПФМ-ке один, ни в коем случае не выходите. Вы можете наступить на мину сразу же. Или можете ее не заметить на теле, еще что-то. Постарайтесь на даже полностью спущенных скатах. Ваши колеса все равно уже ничто не спасет. Выехать из зоны, где находятся мины. Максимально просто проехать. Летите, как хотите. Но ни в коем случае не выходите. Не пытайтесь разбортировать колесо или поставить новое. Это может стоить вам жизни. А я хочу, чтобы вы жили как можно дольше. Мы живем в странное время, когда вы можете просто выйти из своего дома. И увидеть, что даже ваш порог полностью заминирован. Что делать тогда? В данном случае... Закрываться в квартире в 20-м час. И о них сейчас я вам расскажу. Первый способ, самый простой, это лопатка. Бьешь палку, как бьешь по ней. Да, были. Как, ебнешь. Индивидуумы, которые подбегали и били лопаты. Потом черенок в лоб и прощай сознание. Плохая идея, Вадим. Хлобоумие и отвага. Не шучусь. Так вот, так делать точно не нужно. Тихонечко нужно ее подделать, как это сейчас сделаю я. Вот она, видите, лежит мина. Страшно вообще-то. Нет? А рядом, кстати, ложится град. У нее, кстати, поврежден взрыватель. Я не знаю, насколько это вывело ее из строя. Но думаю, что с ней ничего не случилось. Важная особенность. Лопаты, когда вы будете брать, нужно брать с той стороны, где вот этот вот тонкий лепесток. То есть, таким образом вы сможете под плоскость подложить лопату. И это позволит вам ее безопасность. Я вообще не трогал бы ее взять. И самое важное... Нет, твой порог заминирован. МЧС звонить, сидеть и ждать. Пока приедут, что-то они сами там завершают. Но сам бы я не брал. Брать не со стороны взрывателя, а лучше с обратной стороны. Вот таким вот образом. Он такой лопатой берешь, как она взорвется, как в лицо тебе пуп. Вот я взял ее. Она лежит. У нее пластмасска эта, достаточно такая мягкая. И на нее нужно 5-25 килограмм воздействия, чтобы она взорвалась. Кстати сказать, здесь она как будто бы немножко сочится. Давайте я уберу ее... На хуй? Вот сюда по центру положу. И мы попробуем в нее попасть камнем. Что, в общем-то, я крайне делать не советую. Потому что... Зачем тогда? Как я уже сказал, это альтамина и осколки. Но отличие от них. Все это может полететь в вашу сторону. И делайте это лучше из-за укрытия, опять же. Вот как эта собака. Сейчас чисто пришел, что-то под машину сел. Я хотел взять два камня. И только сейчас увидел, что на одном лепестке уже лежит камень. А это значит, что он, в принципе, уже давит нехило. И мое легкое нажание до камня может ее сдетонировать. Мало того, вон еще она одна. И под ногами припорошить, возможно, могло еще и другие. Короче, этот камень я, конечно, заберу. А тот камень я трогать не буду. Сзади тебя тоже ПФМ. Ну и с камнем прижата. Там лежит ПФМ. Там лежит айфон, и там сломал камеры. Пробуем. Страшно за айфон. Осколки полетят, и все. Ладно, что-то в руку отрывал на айфон же. Ну. Не попал. Рядом. А, это хуйня. Кого? Смоленький камень. Это маленький. Там нужен удар такой хороший, 5 килограмм, 25. Последний вариант. Видимо, камень больше весит. Оно не детонирует. Ты не попадаешь, потому что. А где она вообще? Я ее не вижу. Не-не. Работаем, брат. Пало? Здесь, получается, из детонировал? Да. И склон как-то уже... Не, рядом. Это такая простая задача, как вам кажется. Ну, конечно, попасть в маленькой херне. Еще звуки, знаете ли, такие. И еще раз. О, взорвалось. Так оно полетело, смотри, куда. Бам. Он полетел красно-рубненько в айфончик. И в айфончик, и по машине. О. Снег. Бам. Фу! Них*** себе, блядь. У тебя, походу, камера дальше-то въебалась, да? Честно говоря, до вот такого взрыва ты бегаешь вокруг нее, и, знаете, складывается впечатление, что это какая-то детская игрушка. Что ее можно взять, лопатку, потащить туда. Я едва не обосрался. Я находился в буквально четырех метрах. Благо, со мной ничего не случилось, и это хорошо. Но я видел, что некоторые осколки пролетали на меня. И я даже не успел укрыться. Это о чем говорит? О том, что вам делать так не стоит. Это, конечно, уже крайний случай. Если вы это делаете, то бросайте большие такие штуки и постарайтесь делать это из-за укрытия. Вот такой вот стилус. Смотрите. Это... Типа тоже лопатка? Это обычная полуторалитровая бутылка пластиковая, которую я обрезал в виде ковшика такого, совочка, и сделал достаточно длинный черенок. Самое главное, что у нее есть самоликвидатор, и в любой момент таймер может истечь у вас фактически в руках или на лопате. С лопатой будет хреновее. А если вот такая штука, я думаю, что будет лучше. Вот, смотрите, еще один лепесток лежит на дороге. Вот он. Берите. Я его поддеваю аккуратненько. Оператор не подходит, кстати. Он у меня в руках. Если вы его выроните, то он взорвется, скорее всего. А может, можешь вырвать его просто? Переносите его в более безопасное место, вызываете МЧСников. Кладете также аккуратно. Либо взрываете его при помощи автомата калашников, если вы военный. С камнем, как видите, это тоже можно проделать, но я это делать не рекомендую. Ветер переменчив. И в любой момент кроны деревьев, которые наводнены этими лепестками, могут превратиться в такую вам устроить кластерную бомбардировку, даже если вы, казалось бы, все уже разминировали. Какова вероятность того, что если лепесток упадет с дерева, произойдет взрыв у вас под ногами, или он вообще разорвется у вас над головой, я хочу сейчас проверить. Вот в эту конструкцию я помещу сейчас сейчас. Типа дерево? Один С, вставлю вот в этот вот колодец, и она будет вот так стоять. Дальше из автомата Калашникова АК-74У я попробую перебить вот эту ветку. Ну там, наверное, еще от высоты зависит. На каком уровне лепесток будет лежать. Достаточно ли будет ей падение на дорогу, чтобы сдетонировать. Дальше из автомата Калашникова не взорвалась, но и в этом случае вы знаете уже, что делать. автомат Калашникова, прицеливание и выстрел. Мимо. Рядышком. Ну, подскочила. А, вылетела штучка. А, вылетела. Да, и жидкость раздевалась. А, раздевалась и не взрывалась. Все, получается, да. Жижка. Смотри, я отстрелил ей взрыватель. Мы пришли к выводу, что самый безопасный метод разминирования это именно выстрел, потому что она даже не детонирует. Смотрите, у нее вышибло непосредственно сам взрыватель. Видите? И вот она разбрызгалась, расплескалась. Из нее вылилась жидкость, та самая взрывная. И все. И она фактически обезврежена. Слупо такие маленькие канистры. Я могу ее взять руками, да? Да, смотрите. Она прострелена. Вкусно? Кстати, а пахнет прикольно. Пахнет шампунем. А? А, это яд? Яд? Мне тут подсказывает, что это хиновая идея. Давай, помой. Хорошо, хоть не полезал пальцы. Как видите, это мина зеленая, это коричневая. Разницы, ровным счетом, нет никакой. Это под пустыню, можно сказать. Это под зеленку. Чисто маскировка. Думаешь, да? Типа, если она может разбиться просто при падении вот так вот с дерева, то прикинь, сбрасывают, сколько высоты их. Как они когда падают, не взрываются? Кстати, да. Можно парашютик? Может они как-то плавно... Нет, просто в снаряде снаряд разрывается, и все это просто рассыпается с высоты. Не знаю. И не взрывается, прикинь, сколько высоты летит. Может какие-то капсулы у них там такие. Главное правило вы знаете, и если вы плохо все запомнили, пересмотрите это еще раз. С вами крупнокалиберный переполох и самое коварное минолепесто, которые сейчас усеивают многие города. ПФМ-1 и ПФМ-1С. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Дальше будет интереснее.